МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Святейший Отец отправился на Великопостные духовные упражнения. Мы выясним, почему пропаганда против евреев была так успешна во время Холокоста. Вы увидите золотой дом Нерона во всем его первозданном великолепии. Все это и гораздо больше в Ромрепортс для России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 5 по 11 марта Папа и сотрудники римской курии проходят великопостные духовные упражнения в Доме божественного учителя Варичи. В этом году упражнениями руководит отец-францисканец Джулио Микеллини. Проехав примерно 20 километров от Рима, автобус Папы остановился у места назначения, где прибывших встретил миланский богослов. Вначале понтифик отправился в часовню на несколько минут, а позже присоединился к остальным во время первого размышления. В этом году упражнения будут касаться темы последних моментов пребывания Сына Божьего на земле, то есть Его страданий на кресте, смерти и воскресения. Эти дни созданы для молитвы и размышлений, чтобы Вы могли отключиться от ежедневных Ваших обязанностей. Позже все упражняющиеся помолились вместе Святому Духу, прося Его помощи и света на эти духовные упражнения. Каждое утро Святейшего Отца и остальных участников упражнений будет начинаться в 7.30 утренней мессой. Позже они посетят два размышления каждый день, будут молиться вечернюю вместе, а в конце дня их ожидает евхаристическая адорация в 7.30 вечера. Традиция делать духовные упражнения вместе зародилась в 1964 году при Папе Павле VI. Как и каждый год в начале Великого Поста Папа встречается с приходскими настоятелями Римской епархии. На этот раз встреча состоялась в Латеранской базилике Святого Иоанна. Неожиданно Папа выразил желание выслушать 12 исповедей, прежде чем начать встречу. После этого он произнес долгую речь, размышляя над важностью роли священника, который растет в вере, чтобы помогать другим расти в этой же вере. Ведь никто не может передать другим то, чего сам не имеет. В частности, он попросил их чаще приступать к исповеди. Я бы хотел повторить, что священник или епископ, который не чувствует себя грешником, не приходит исповедаться, закрывается внутри себя и не продвигается в вере. В конце встречи Святейший Отец пообещал выслать присутствующим текст для размышлений на время Великого Поста. Он также подарил им книгу под названием «Не бойтесь прощать», написанную Капуцином Луисом Дри. Эта общая удиенция началась с сюрприза для детей, ожидавших Папу Франциска. В первом ряду он пригласил нескольких из них сопровождать его в Папомобиле. Позже, прежде чем вернуться на свои места, Святейший Отец дал им автограф. Во время общей удиенции Папа напомнил собравшимся, что 40 дней поста символизирует 40 лет исхода израильского народа из Египта. Они шли к свободе, несмотря на все искушения вернуться назад. Они преодолели все страхи благодаря надежде достичь, наконец, земли обетованной. Исход – это способ и путь формирования надежды, усталость от изнуряющего пути по пустыне, испытания, искушения, иллюзии, миражи. Все это служит формированию сильной и нерушимой надежды. Святейший Отец напомнил, что пост – это также время подготовки к Пасхе, к воскресению Христа, который открывает нам двери на небо, через свои страдания, смерть и воскресение. Но это не означает, что мы можем быть пассивными на этом пути. Это не значит, что Господь за нас все сделает, а мы не должны ничего делать. Не значит, что если Он прошел через крест, то мы автоматически въезжаем на небеса на колеснице. Нет, так не бывает. Наше спасение – это дар от Бога, это так. Но поскольку это история любви, то Богу нужно наше «да» и наше участие в Его любви. Прежде чем закончить аудиенцию, Святейший Отец поблагодарил организаторов и работников церкви за то, что они создали мероприятие солидарности во время Великого Поста. Это настоящие, конкретные знаки любви Божьей в данный период времени. Мы поговорили с маленькими детьми, которые проехали в Папа-Мобиль, и они поделились с нами своими впечатлениями. Это было так замечательно. Мужчина взял и перенес меня в Папа-Мобиль, где я встретилась с Папой, и он обнял меня. Потом мы объехали всю площадь. Нас сопровождал епископ и охранники. А позже я поприветствовала Папу. Для меня это было незабываемо. Просто великолепно. Просто видеть этого человека, Папу в его автомобиле – это действительно потрясающе. Я думал, что упаду в обморок. Это было замечательно. А позже мне достался автограф от Папы. Это просто 10 из 10. Вот так Симония и его одноклассница Марта хвастаются своими автографами от Папы Франциско. Марта никак не ожидала, что ее выберут в Папа-Мобиль, ведь она стояла во втором ряду. Это было фантастическое чувство. Я стояла во втором ряду и думала, что не смогу даже дотронуться до Папы. А получилось наоборот. Мужчина поднял меня и сказал «О Боже мой!» Тогда мне казалось, что это сон, а не правда. Эти дети приехали с большой группой студентов из Милана в сопровождении своих учителей. Мы приехали в паломничество в Рим, потому что хотели увидеть Папу, а также посетить могилу Святого Петра и обнять понтифика. В этом году благодать сошла на нас. Четверо детей из нашей группы действительно обняли Папу, проехав с ним на Папа-Мобиле. Они провели с ним какое-то время, говорили с ним, обняли его. Эти четверо ребят не забудут этот день в своей жизни. Это событие будет всегда вдохновлять их вернуться сюда. Это было так нереально, что я начала плакать от счастья. Я надеюсь увидеть Папу и в будущем. И я раньше говорила, что действительно хочу узнать его. И вот это случилось. Вот что так поражает во встрече с Папой. Жизнь молодых и пожилых меняется после этой встречи. В 1929 году Папа Пи-11 предложил сделать духовные упражнения для Курии. До 1964 года они проводились во время Адвента. Но Папа Павел VI изменил эту традицию, переместив их в первую неделю Великого Поста. С тех пор духовные упражнения для Курии проводили 80 разных священников, двое из которых стали Папами римскими – Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Смотрите далее. Начинается чемпионат Рима по футболу среди клира. Вы смотрите Ромрепортс для России. Мэри Коллинз в прошлом сама подверглась сексуальному насилию со стороны клира. С 2015 года она работает комиссией по защите несовершеннолетних в Ватикане. Ранее она публично заявляла, что если работа комиссии не пойдет дальше громких заявлений, то она немедленно ее покинет. Если мы не призовем этих епископов к ответственности в течение следующего года, или по крайней мере двух лет, если нам не на что будет опереться, то я не знаю, захочу ли я и дальше состоять в этой комиссии. Как сказал этот человек, наверное, в таком случае мы его здесь не увидим. Я присоединяюсь, и меня вы здесь не увидите. И это точка зрения потерпевших. И вот этот день наступил. Это очень важный поступок. Гражданка Ирландии осудила нежелание некоторых сотрудников Ватиканской Курии воплощать в жизнь рекомендации комиссии, одобренной папой. Она говорит, что в данный момент они не обладают ни силой, ни ресурсами делать свою работу, и что прогресс в этом деле идет слишком медленно. В этом она обвиняет прежде всего конгрегацию вероучения. Ее нежелание отвечать на письма пострадавших от насилия. Несмотря на тот факт, что папа лично попросил их заняться этим вопросом. Она также заявляет, что они не намерены отправлять епископам руководство к действию, в случае, если кто-то докладывает о совершенном в его отношении насилии. Перед отбытием Мэри Коллинз предложила три пункта на рассмотрение понтифику. Наделите комиссию правом следить за исполнением выработанных рекомендаций. Позвольте комиссии иметь свой бюджет. Позвольте комиссии нанимать профессионалов, которые не работают в Ватикане. Кардинал Шон Омели, президент комиссии по защите несовершеннолетних, публично поблагодарил Мэри за ее работу в комиссии в последние несколько лет. Их сотрудничество продолжается. Мэри будет сотрудничать с комиссией, обучая епископов распознавать факты насилия в своей епархии, а также тому, как вести себя в этих случаях. Теоретически в комиссии еще остается Питер Сандерс, который также пережил насилие в прошлом, но практически не совсем ясно, какова теперь роль и конечная цель работы этой комиссии. ДИАЛОГО Высший совет улемов Марокко предложил не считать отступничества нарушением закона. Совет улемов не имеет исполнительной или законодательной власти, но его решения носят ультимативный характер и ценятся сторонниками фундаментализма. Наш собеседник мусульманин. Он преподает в Папском институте арабских и исламских исследований. Он утверждает, что мусульманские страны должны еще многое поменять в своем законодательстве. Например, несмотря на то, что отступничество не осуждается напрямую в большинстве случаев, было бы не лишним закрепить это в законе, чтобы это стало сигналом начала изменений для граждан. Этого недостаточно. Недостаточно просто сказать, что отступничество больше не является преступлением и что за это больше не будут наказывать. Как я вижу, если кто-то в Марокко меняет религию, это заканчивается тем, что он теряет свои права в семье. Это может привести к разводу или потере наследства. И поэтому нужно решать такие проблемы. С этой проблемой сталкиваются миссии в исламских странах. И не только христианские миссии, а все, кто провозглашает приверженность другой вере. Например, шииты, им тоже не разрешается проповедовать свою веру публично. Хотя реформа семейного законодательства – это самый важный момент, не менее важным является возможность обретения независимости для университетов. Наш собеседник вспоминает несколько случаев явного волеизъявления мусульман отойти от фундаментализма. Главной вехой в этом вопросе стала декларация, подписанная в январе 2016 года в Маракеше. Ее подписали 300 лидеров ислама, приехавших из более 100 стран. Этот документ призван защитить религиозные меньшинства в мусульманских странах. Однако то, что хорошо в теории, не всегда быстро воплощается на практике. Я не думаю, что можно ставить равно между исламом и насилием. Это несправедливо и это неправда. Десятилетиями понтифики приглашали мусульман к диалогу. Иоанн Павел II даже поцеловал Коран перед тем, как начать говорить речь перед 80 тысячами молодых мусульман в Марокко. Другой важный шаг сделал Папа Бенедикт XVI, когда он молился в Голубой мечети в Стамбуле. 16 октября 1943 года нацисты вторглись на территорию Ватикана. Несколько часов спустя они погрузили всех найденных евреев в грузовики, чтобы отвезти их в концентрационные лагеря. Стены этого дома были свидетелями трагедии тех дней. А сегодня здесь проводится выставка, посвященная ужасным событиям истории, происходившим при Гитлере в Германии и при Муссолини в Италии. К сожалению, это далеко не единственный пример того, как целые народы могут стать слепыми по отношению к своим ближним. Нововведение нацизма и фашизма заключалось в том, что они усиливали ненависть между народами. Для этого они использовали средства массовой информации. Сегодня эти технологии еще больше развиты, учитывая соцсети, интернет и виртуальную реальность. Они могут нанести непоправимый вред. Марчелло Пецетти говорит о том, что антисемитская пропаганда имела такой успех потому, что основывалась на уже укоренившихся в обществе предубеждениях против евреев. Они лишь добавили националистическую и российскую идеологии. Немногие помнят, что нацистская политика дискриминации породила серьезный миграционный кризис, когда все евреи покинули Германию. В 1938 году США проводили саммит в городе Эвиан-Лебене во Франции. Тогда присутствующие страны согласились увеличить квоту для мигрантов-евреев. Это не слишком помогло тогда, ведь буквально через год разразилась Вторая мировая война. Самые ужасные последствия наступили после того, как миграционная политика провалилась, а все политические попытки выровнять ситуацию не дали результата. Разразилась настоящая катастрофа после безуспешной конференции во Франции. Мы вряд ли представляем все ужасные последствия того, когда мирная конференция заканчивается неудачей. Присутствие нацистов в Риме оставило шрамы, о которых Вечный Город не желает забывать. Эта выставка – очередное тому подтверждение. Важно помнить ошибки прошлого, чтобы не совершать их в будущем. Другое напоминание о страданиях евреев в Риме – это маленькие золотые Сан-Пьетрини, камешки, из которых выложена мостовая в Вечном Городе. Каждый такой золотой камушек напоминает нам имя одного еврея, погибшего во время Второй мировой войны. Сколько библейских книг содержится в Торе? А3, Б4, В5. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ромрепортс для России. Сколько библейских книг содержится в Торе? А3, Б4, В5. Правильный ответ – В. Тора содержит пять библейских книг, поэтому ее называют Пятикнижие Моисеева. Конечно, это такая же страна, как все другие. Она должна иметь свою команду и играть на мировых чемпионатах. Почему нет, если они наберут достаточно игроков? Я думаю, она должна быть. Это дом папы, а он любит футбол. Я думаю, папа должен играть сам. Почему нет? Многие футболисты считают себя верующими людьми, а также многие священники и семинаристы любят играть в футбол. На этой неделе начинается 11-й традиционный чемпионат по футболу среди духовенства в тени Купола Святого Петра. Его еще называют Кубок Клира. В нем принимают участие команды священников и семинаристов из Рима. Всего участников будет 372 человека. Один из них – бывший бразильский голкипер Карлос Гомес, который резко изменил свою жизнь после того, как у него начались проблемы с сердцем. Я больше не мог играть в футбол и был очень расстроен. В тот ужасный момент я нашел опору, в которой так нуждался, в Иисусе и его дружбе. Это подвигло меня стать священником. Это неожиданное решение поразило его семью и друзей. Они были в шоке. Настолько их это удивило. Никто не ожидал этого, потому что в тот момент все мое спортивное будущее было только впереди. Я и сам был удивлен, но когда Иисус призывает тебя, ты не можешь отрицать этого, а просто следующего золу. Предыдущий чемпионат закончился победой Италии над Бразилией в последней игре. Испанский священник уверен, что в этом году победа может вполне достаться его команде, ведь они хорошо подготовлены. Побеждает всегда папский урбанианский университет и колледж матери церкви, как в прошлый раз. Понятно, что семинаристы очень молодые, импы 18 лет, а мне почти 47. Испанский священник добавил, что хотя многие этого не осознают, у церкви и футбола много точек соприкосновения. Каждый человек сам по себе, даже если он очень хорош на поле, не может сделать ничего, если не сотрудничает с остальными игроками. Я думаю, это хорошая модель жизни в вере, особенно для священника, ведь никто из нас не может сделать ничего без поддержки других. До 27 мая мы будем наблюдать за развитием событий и гадать, кто станет чемпионом. За чемпионатом также пристально будет следить Папа Франциск, ведь он часто говорит, что футбол – его любимый спорт. Об этих двух мучениках, убитых в Колизее, в 3 веке мы не знаем ничего, кроме их имен. Их зовут Абдон и Сенен. Предположительно, они были родом из Персии. Этим двум святым католической церкви была посвящена часовня внутри Колизея, которая к настоящему моменту, увы, не существует. Директор Колизея рассказывает о том, что больше всего мучеников погибло не в самом Колизее, а в Большом цирке рядом с Колизеем. Однако Колизей прочно стал символом преследования христиан во время понтификата Бенедикта XIV. Именно он установил традицию крестного пути в Колизей каждый год в Великую Пятницу. Традиция крестного пути здесь родилась при Папе Бенедикте XIV, когда понтифик осветил Колизей. Стояние крестного пути устанавливается на этот песок, а в центре воздвигается крест. Каждый год в Страстную Пятницу крестный путь Папа проводит здесь. Сейчас крестный путь в Колизее стал самым ожидаемым моментом Великого Поста в Риме. Тем более, что преследования христиан продолжаются, как и во времена Абдона и Сеннина. Благодаря новым технологиям и виртуальной реальности мы можем провести 6 минут в самом сердце Древнего Рима и видеть то, что видел император Нерон, живя в этой вилле. Этот золотой дворец поистине огромен, его площадь охватывала 123 акра, включая Палантинский и Эсквелинский холмы. Сегодня золотой дом Нерона похоронен под землей, но так не было, когда он был построен после пожара в Риме в 64 году. Однако века запустения превратили его в забвение, а непрекращающиеся грабежи лишили его мраморных стен, слоновой кости, золота и драгоценных камней, покрывавших его. Субтитры создавал DimaTorzok Когда я увидел это место, я понял, что невозможно будет восстановить его величие только лишь реставрационными работами. По его останкам невозможно понять всю красоту, которая была в этом месте во время его постройки. Этого можно было добиться только с помощью виртуальной реальности. Хорошо, что современные технологии позволяют нам сделать это. Император наслаждался дворцом всего несколько лет. В 109 году новый император Троян пожелал избавиться от всех следов присутствия Нерона. История золотого дома Нерона во всем его великолепии была недолгой. Его быстро построили и использовали совсем мало лет, а позже предали забвению. Но с 1400 года он стал настоящим преданием. Его обнаружили в 15 веке. Хотя среди горы грязи можно было едва распознать 300 комнат бывшего золотого дома, интуиция археологов не подкачала. А теперь с помощью виртуальной реальности мы можем наблюдать все великолепие и богатое убранство этой виллы. И возможно понять, почему Нерон, когда увидел этот дом, воскликнул «Ну, наконец-то я могу жить по-человечески». Смотрите в следующей программе. Папа Франциск отпразднует четвертую годовщину на посту Понтифика. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова